Во Второй мировой войне принимали участие сотни миллионов людей со всех континентов Земли. На Итальянском театре военных действий, например, участвовал даже бразильский экспедиционный корпус, причем бразильцы понесли большие потери в горах Центральной и Северной Италии от зимних холодов, в большей степени, чем от противодействия противника. Японцы бомбили города Северной Австралии, а солдаты и офицеры Зеленого континента воевали в Северной Африке и на Тихом океане. Масштаб Второй мировой войны и ее жестокость поражают, потрясают любого объективного исследователя. Мы хорошо наслышаны о беспредельном, идейном зверстве нацистов, об их концлагерях, об истреблении целых народов, объявленных вне закона, об их медицинских и биологических экспериментах на живых людях. Но и в целом градус жестокости Второй мировой войны зашкаливал. Кроме идеологической причины, идеологического противостояния, обострявшего войну, был и еще один фактор, который способствовал ожесточению массы людей в целом и отдельного человека в частности. 20 век отличался всеобщим кризисом религиозности. Высшая сила, Бог, перестали влиять на ум, сердце и душу человека. А если Бог мертв, по утверждению Фридриха Ницше и его многочисленных последователей, то человек лишен не только защиты свыше, он беззащитен и перед низменными особенностями собственной природы. Если Бог мертв, если Бога нет, то мы не можем любить и стремящегося к совершенству человека, и само совершенство является для нас излишним. А теперь давайте представим себе возвращение сотен миллионов людей, участников и соучастников жестокостей войны. Они возвращаются домой с тяжким грузом увиденного, пережитого и без Бога в душе. Насколько градусов ожесточился тогда мир в целом, и насколько он более жестокий сегодня, ведь мы их дети и внуки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только мелкий дождь слегка омрачал этот день. А может быть и нет. Возможно, в каждой капле, падающей с неба, заключалась душа погибших на войне солдат. Тех, не доживших до этого дня. Капель падало миллионы, и павшие исчислялись миллионами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 июня, воскресенье, Москва. Красная площадь, 9 часов 59 минут утра. Парад, победа. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков. Два старых кавалериста еще раз продемонстрировали свою кавалерийскую выправку. Война, 30-й тюрьмар и части морковского гарнизона для парада победы построили! Верховный главнокомандующий стоял на трибуне Мавзолея. Торжественной поступью по площади прошли сводные полки всех фронтов и сводный полк военно-морского флота. А за ними, четко печатая шаг, вышли 200 воинов с опущенными нацистскими знаменами и под дробь барабанов бросили их на землю. На следующий день, 25 июня, в Кремле состоялся грандиозный прием, на котором присутствовали военные, партийные руководители и деятели культуры. Сталин произнес знаменитый тост, дискуссия о котором продолжается до сих пор. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых все мы, маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо винтик разладился и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за винтики, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много. Имя им Легион, потому что это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них не пишет. Звания у них нет. Чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Хотел ли советский вождь этой здравицей предостеречь своих сановных гостей от очередного головокружения, от успехов? Стремился ли возвеличить простого человека или принизить его? Мы не станем спорить об этом. А что касается головокружения, то оно, конечно, присутствовало. Маршал Жуков предлагал Салину двинуть советские фронты до Ла-Манша и полностью освободить Европу от капитализма. Салин был гораздо умнее и ответил своему маршалу, это была бы авантюра. Наш народ истекает кровью. В армии осталось немного солдат, которые два или три раза не прошли бы через госпиталь. А Америка за океаном набирает силы. Конфликт с ней стал бы бесконечным и бесперспективным. Американцы в июне чествовали своих героев. Главный триумф достался генералу Дуайту Дэвиду Эйзенхауру 18 июня во время его пребывания в Вашингтоне. Популярность Эйзенхаура летом 1945 года была чрезвычайно велика. Его приветствовали на улице, газеты печатали его фотографии и бесконечное интервью с ним. Заслуженная слава этого генерала осталась с ним надолго, вплоть до избрания президентом Соединенных Штатов Америки в 1952 году. Но в определенной степени внешний триумф Эйзенхауэра заслонял громадные заслуги другого американского генерала. Джордж Маршал родился в 1880 году. В качестве младшего офицера участвовал в сражениях Первой мировой войны. С 1939 года Джордж Маршал начальник штаба армии США, а после вступления в войну и начальник Объединенного англо-американского комитета начальников штабов. Особо доверенный советник президента Рузвельта. Именно эта близость не позволила Маршалу стать главнокомандующим войсками союзников в Европе и вкусить лавры победителя. Президент просто не желал надолго расставаться с маршалом. Генерал Джордж Маршал – энергичный и дальновидный политик и военный, создатель современной армии США. После войны Маршал получит пост государственного секретаря при президенте Трумэне и станет автором знаменитого плана Маршалла по восстановлению экономики Западной Европы. С одним из самых успешных своих деятелей Америка простится в 1959 году. Поражение в большой и длительной войне всегда ведет к голоду, хаосу, бандитизму, бездомным детям. В Германии все это усугублялось крайней разрухой ее городов. Стратегические бомбардировки имели своей целью разрушение городских центров, вокзалов, дорог и средств коммуникаций. Изрядно измученное войной немецкое население нуждалось гуманитарной помощи в элементарных предметах быта. Сотни тысяч немецких пленных находились в лагерях. Из советской зоны оккупации их начали увозить на восстановление разрушенного хозяйства в Советской России, а в западных зонах пленные работали на разборе городских завалов. В Восточной Германии этим занимались женщины. 5 июня 1945 года в Берлине был подписан документ, имевший весьма громоздкое название. «Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и Временным правительством Франции». Интересно, что текст этого документа, базовый вариант этого текста, был подготовлен Европейской консультативной комиссии еще летом 1944 года. В последующем этот текст неоднократно уточнялся и дополнялся. И в документе этом были сформулированы весьма важные и принципиальные позиции. На некоторые из них есть смысл обратить внимание. Прежде всего, все вооруженные силы поверженного гитлеровского рейха должны были быть полностью разоружены, а их личный состав автоматически обретал статус военнопленных. Все уцелевшие, сохранившиеся самолеты, боевые корабли должны были оставаться на своих местах, либо вернуться в соответствующие порты и базы. Наконец, в декларации говорилось также и о том, что впредь до установления контроля союзников все средства связи должны были прекратить свою работу. Ну и, наконец, обратим внимание на то, что союзники принципиально оговорили то немаловажное обстоятельство, что они оставляют за собой полную свободу действий, свободу в применении любых необходимых санкций в том случае, если Германия по тем или иным соображениям или причинам не станет выполнять сформулированные в декларации требования. Полного отвода оккупационных войск по соответствующим зонам еще не было. В первой половине июня главнокомандующие союзными войсками поддерживали между собой дружественные отношения. Жоков, Эйзенхауэр и Монтгомери вполне дружелюбно обсуждали назревшие проблемы. Столица Германии была украшена флагами стран-победительниц и портретами маршала Сталина и маршала Жукова. Последний уже наговорил немало лишнего. Приставленный к нему в качестве первого заместителя Андрей Вышинский сделал несколько замечаний своему главнокомандующему. Отношения между маршалом и бывшим прокурором испортились. Опьяненный властью в Берлине маршал Жуков выбалтывал чудовищные вещи о методах ведения войны по-жуковски, вернее по-сталински. Когда генерал Эйзенхауэр заметил, что густые немецкие минные поля часто задерживали продвижение американских войск и поинтересовался, как Красная Армия решала эту проблему, Жуков ответил, что они направляли на минное поле несколько атакующих пехотных рот, которые подрывали мины своими телами, после чего можно было вводить бой танки и продвигаться дальше. Сказал это, Георгий Константинович победоносно улыбнулся. Эйзенхауэр от такой откровенности буквально остолбенел. Если бы он умышленно направил на минное поле своих солдат, его немедленно отдали бы под суд. 6 июня 1945 года завершилась миссия в Москву Гарри Гопкинса. Уже во время их первой встречи со Сталиным, а всего этих встреч было ровно 6, Сталин охарактеризовал Гопкинса как своего старого друга и выслушал с вниманием и уважением рассказ Гопкинса о последних днях президента Рузвельта. Гопкинс, будучи ответственным политиком, поставил перед советским лидером ряд очень и очень серьезных вопросов. В первую очередь это вопрос о том, каков будет в дальнейшем характер советско-американских отношений. И Гопкинс с настойчивостью и принципиальностью сформулировал свою позицию, позицию американского руководства, применительно к этой проблеме. Он сказал, что во многом характер советско-американских отношений будет обусловлен тем, как будет решаться острейшая польская проблема. Понимал это и Сталин. И, наконец, еще одна грань советско-американских отношений, которая была затронута во время визита Гопкинса в Москву. Эта проблемная ситуация была связана с прекращением американских поставок Советскому Союзу по Ленд-Лизу. Сталин прекрасно понимал, что Ленд-Лиз уже выполнил свою историческую миссию, что война в Европе закончилась, и поставки тоже должны прийти к своему логическому концу. Но он выказал крайнее неудовольствие Гопкинсу тем, в какой форме это было сделано. И Сталин, в частности, сказал, что это было сделано оскорбительным и неожиданным образом. В южной части острова Окинава японские войска по-прежнему удерживали свои позиции. Несмотря на подавляющее превосходство американской авиации и англоамериканского флота, в первой половине июня в сражении на земле морские пехотинцы продолжали нести тяжелые потери. На самом острове американцы уже использовали несколько аэродромов для штурмовой авиации. Японские позиции были буквально перепаханы бомбами и снарядами. Никакой поддержки японские войска на Окинаве не получали уже больше месяца. 21 июня американцы объявили о захвате Окинавы. Японский командующий генерал Уси Цзима покончил жизнь самоубийством, но до самого конца июня отдельные японские опорные пункты продолжали бессмысленное сопротивление. Американцы потеряли более 13 тысяч человек убитыми, 15 боевых кораблей были потоплены и около 200 получили значительные повреждения. Но Сокинавы, авиация США, как с удобного трамплина, могла теперь проводить ежедневные массированные бомбардировки промышленных центров Южной Японии. 8 июня в Токио прошла императорская конференция, на которой были приняты основные принципы ведения войны. Основным принципом была теперь всего лишь подготовка к решительному сражению на территории Японии, что требовало громадных жертв от народа. Создавался женский добровольческий корпус. Отряды гражданского добровольческого корпуса напоминали немецкий фолькштурм и также плохо были оснащены и подготовлены к войне. С инициативой спасения государства и нации выступил император Хирохита, когда 22 июня на совещании Высшего Совета по руководству войной выразил намерение как можно быстрее закончить войну. Но как ее можно было закончить? Капитуляция отвергалась как японской армии, так и военно-морским флотам, а других приемлемых условий для Японии уже не существовало. В Соединенных Штатах в это же время просчитывались варианты будущих сражений на островах японской митрополии. И выводы военных аналитиков предупреждали американское руководство о возможных потерях почти в полмиллиона человек. Вряд ли американское общество было готово к таким жертвам. Красная армия принималась тогда в реальный расчет американским руководством для окончания войны на Дальнем Востоке. Военная миссия США в Москве в июне 1945 года проводила большую работу по координации совместных действий. В июне Европу будоражили слухи о судьбе Гитлера. Трудно сказать, кто их непосредственно инспирировал, но утверждение, что Гитлер не погиб в Берлине, а где-то затаился, спрятался, спасся, очевидно, устраивали Сталина, помогали ему поддерживать напряженность и охотиться за ведьмами. Обстановка очень загадочная, по поручению Сталина, заявил в Берлине 10 июня маршал Жуков. Из найденных нами дневников адъютантов немецкого главнокомандующего известно, что за два дня до падения Берлина Гитлер женился на киноактрисе Еве Браун. Опознанного трупа Гитлера мы не нашли. Сказать что-либо утвердительно о судьбе Гитлера я не могу. В самую последнюю минуту он смог бы улететь из Берлина, так как взлетные дорожки позволяли это сделать. На самом деле, именно в эти дни обожженный труп Гитлера нашли и опознали. Идентификацию помогли провести стоматологи, лечившие фюрера. Его останки загадочным образом советские контрразведчики долго будут хранить в ящиках, потом зароют на территории воинской части, а затем уже в Брежневские времена извлекут из земли и сожгут. Но череп и челюсти Гитлера будут храниться в Москве. Продолжались поиски и аресты высокопоставленных нацистов. 15 июня был арестован министр иностранных дел Третьего рейха Иахим Риббентроп, который сразу же объявил арестовавшим его офицерам, что он всегда был против войны, а в январе 45-го года собирался, по примеру Гесса, вместе с своей семьей улететь в Москву для заключения мира, но фюрер не отпустил его. Находившийся в тюрьме грузадмирал Деннис заявил английскому следователю, что война нами была проиграна раньше, чем она началась. Германия не была подготовлена к ведению войны против Англии на море. При трезвой политике Германия должна была бы располагать тысячи подводных лодок к началу войны. Так мало было рыцарства и благородства в истории Второй мировой войны, что любое их проявление становится чем-то большим, чем просто историческим фактом. Дело в том, что немецкие военнослужащие 15-го казачьего корпуса не подлежали репатриации в советскую зону, и им был гарантирован уютный статус британских военнопленных. Однако немецкий командир корпуса генерал-лейтенант Хельмут фон Панвиц, который так и не успел до конца войны уступить свою должность командира корпуса русскому генералу Кононову, заявил своим тюремщикам о том, что он хочет разделить судьбу своих казаков и потребовал отправить его вслед за ними в советскую оккупационную зону. Своим изумленным британским тюремщикам Панвиц пояснил, «Я был с казаками вместе в бою, в радости, я хочу быть с ними до конца и в горе». 28 мая генерал-лейтенант Хельмут фон Панвиц был передан британцами в советскую зону оккупации. Вслед за ним добровольно последовал командир 3-й казачьей дивизии 15-го кавалерийского корпуса полковник Эвольд Вальдемарович фон Рентельн, бывший подданный Российской империи, храбрый штаб-сротмистер лейб-гвардии конного полка, герой Первой мировой войны, который в годы Второй мировой войны командовал 360-м казачьим полком в составе вермахта. Генерал-лейтенант Панвиц будет повешен вместе с генералом Красновым, Дамановым и другими казачьими генералами 16 января 1947 года в Москве. Полковник Эвольд Вальдемарович фон Рентельн погибнет в одном из бесчисленных советских лагерей под Новосибирском после 1946 года. Когда открылись двери этого гостеприимного дома в небольшом городке Бельме в северо-западной Германии, нашу съемочную группу ждал сюрприз. Первое, что мы увидели в доме, это копию картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В доме располагался настоящий казачий музей и по всему чувствовалось, что и генерал Гельмут фон Панвиц, и его сын Зигфорд, и жена сына Ут и фон Панвиц казаков любили и любят. И те из наших зрителей, кто сейчас подумал, но он ведь был нашим врагом, будут правы. Но ведь и враги бывают разные, а некоторые из них, как, например, генерал-лейтенант Гельмут фон Панвиц, командовавший русским казачьим 15-м кавалерийским корпусом, заслуживают нашего уважения. Как написал фронтовик Александр Межеров, «Мы долго так друг друга убивали, что этот немец в этом людном зале едва ли не единственный, едва ли не самый близкий изо всех вокруг. Перегрело все и перетлело. И потому совсем не в этом дело, как близок он, как враг или как друг». 11 июня состоялось заключительное заседание Седьмого съезда Коммунистической партии Китая. По мнению советского представителя Петра Владимирова, съезд китайских коммунистов стал прологом к обострению гражданской войны. 16 июня в автомобильной катастрофе погиб первый советский комендант Берлина, генерал-полковник Николай Берзарин, командующий 5-й ударной армией. В Мюнхене, в доме бывшего наместника Польши Ганса Франко, обнаружена картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», украденная у польских владельцев. Представители 51-го государства в Сан-Франциско подписали устав Организации Объединенных Наций. 27 июня Президиум Верховного Совета СССР присвоил Иосифу Сталину звание генералиссимуса. В июне 1942 года в Третьем Рейхе был разработан и принят генеральный план ОСТ, согласно которому в Сибирь должны быть переселены многие миллионы русских, 85% поляков, 65% украинцев, 75% белорусов и 50% чехов. Это массовое переселение славянских народов означало для многих из них и голодную смерть в Сибири. По известным причинам генеральный план ОСТ претворен в жизнь не был, но Германия никогда не церемонилась с массовыми депортациями и переселениями сотен тысяч невинных людей. Летом 1945 года маятник истории качнулся в обратную сторону. Державы-победители приняли решение о переселении немцев из Восточной Европы в оккупированную Германию. Это немедленно привело к тяжелейшим эксцессам в Восточной Европе. Например, Польша самостоятельно, еще до определения союзниками Большой Тройкой государственных границ Европы, взяла под свой контроль немецкие земли вплоть до Одера и Нейсы. Немцам давали несколько часов на сборы, затем они подвергались грабежам, насилию, и немецкое население, оставив все свое имущество, в панике бежало на Запад. То же самое происходило в Судетской области, Чехии и в Румынии. В конце концов, побежденная, разрушенная, голодавшая Германия оказалась около 10 миллионов изданных беженцев, которых разрушенная страна не могла ни прокормить, ни расселить, ни предоставить им работу. Великий Сибирский железнодорожный путь испытывал в июне громадные перегрузки. Войска Красной Армии двигались на Дальний Восток. Только для переброски 5-й армии генерал-полковника Николая Крылова потребовалось 110 эшелонов, которые были в пути из Восточной Пруссии на Дальний Восток 50 суток с 22 апреля по 10 июня 1945 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok